Музыка Кажется, что совсем недавно в заседании городского совета ключи от города были торжественно переданы из рук Олега Руденко Владимиру Громову. И вот уже целый год на посту новый городоначальник мы решили подвести своеобразные итоги 365 дней Владимира Громова на посту мэра. Для начала вспомним достижения этого года. Еще весной глава торжественно пообещал горожанам благоустроить парк культуры. К осени в парке сделали малую трапу здоровья и установили детский городок. Правда, на качестве заморачиваться не стали. Игровую площадку выбрали одной из самых дешевых, да и вмещает она лишь пару десятков малышей, хотя рассчитана на весь город. Еще одно благое начинание нового главы – аллея ветеранов. По весне на улице Карла Маркса вместе с ветеранами глава сажал деревья. Однако буквально тут же, например на социалистической, начали вырубку многолетних тополей. Невооруженным взглядом видно, что таким образом освободили пространство для размещенных здесь рекламных щитов. Следующий пункт из списка добрых дел главы – благоустройство внутриквартальных территорий. С приходом осени начали латать дороги во дворах. Однако, торопясь обратить жителей, асфальт уложили прямо в лужи. Лужи, причем большие лужи остаются. Вот там вот бордюр мешает воде уходить. Я вчера специально вечером ходила. Туда вот вода уходит под дом. Это уже нехорошо. Но при этом в Нефтеканске остается много проблем, которые до сих пор не решены. Обещания разобраться с некоторыми из них из уз главы звучали на протяжении всего года. Одной из основных проблем города остается острая нехватка детских садов. Уплотнения групп почти никак не сбавили напряжения длинной очереди на получение заветного места. В начале года от администрации города звучали уверения в том, что к концу 2011-го будут перепрофилированы два здания, которые раньше занимали детские садики, и построен новый детский сад. Планируется строительство двух детских садов. Мы попали в программу «Республиканский детский сад». Но один из этих детских садов планируется создать только к концу года. На переделку здания, который раньше занимал Венет, деньги изыскали, но точных сроков, когда же детсад будет сдан, не называется. Бывшие истоки продолжают зарастать сорняками. А в строительство детского сада в 13-м микрорайоне только заложили первый камень и передвинули сроки сдачи аж на вторую половину 2012-го года. Микрорайон Михайловка расположен на отшибе города и внимания властей. Жители не раз устраивали собрание и приглашали главных ответчиков, начальников отделов, замов и самого главу. Из их уст снова звучали обещания. Только вот по словам жителей Михайловки, они так и остались обещаниями. Так, асфальтируя улиц, ничего не продвигается, насколько мне известно. Я вот езжу по тем дорогам, которые были ранее. А граждане, вот жители Михайловки, они микрорайон Михайловки поднимали вопрос. Сделали только отсыпку. Вот, ну и думаю, что на этом они как бы успокоились. И правда, обещанную дорогу делать все же начали. Но, как признаются жители, стало только хуже. Сюда завезли строительный бой. Получившийся и дорогой-то назвать трудно. По словам местных жителей, после демонстративного высыпания боя, про эту дорогу больше не вспоминали. Проблему дорог считают основной и остальные горожане. Во дворах расширить обстоянки. Давайте, ну вот это вот. Как дороги были плохие, так и остаются. На улице дождь, слякоть, кругом ем и ходить вообще невозможно. Более-менее на дороге обратили внимание, но в конце сезона надо было пораньше подумать. Что нам не хватает, дорога не хватает. Вот тротуар делали наполовину. Несколько лет подряд нефтекам становился призером в номинации «Самый благоустроенный город». Как на республиканском, так и на федеральном уровне. Победа в этом конкурсе приносила городу дополнительные средства, которые впоследствии шли на благоустройство. Но новый глава, по-видимому, посчитал, что городу не нужны эти средства, и в этом году нефтекамс даже не направил заявку. При том, что, изыскивая дополнительные деньги, пару месяцев назад город заложил в банк муниципальное имущество. За минувший год в нашу редакцию не раз обращались представители спортивных и танцевальных клубов с просьбой осветить их основную проблему – отсутствие должного финансирования. Обращались они и в администрацию города. Только вот получали отказы. Под популярной ныне формулировкой «нет денег». Администрации разговаривали мы. Пришли к тому, что да, надо уступать, несмотря на тяжелое, как говорится, время, тяжелые финансовые условия. Если раньше при Олеге Руденко администрация выделяла эти средства более охотно, точно так же более охотно привлекались предприниматели и руководители предприятий нашего города, и средства были, то сейчас эта ситуация значительно ухудшилась. Насколько плюсы перекрывают минусы, решать самим жителям, которые могут дать главную оценку деятельности городоначальника. – Ну так же. Может быть, хорошей стороны нет. – Да вроде как бы не изменился. Все остается так же. – Да, в принципе, ничего не изменилось. Все так же осталось. – Да нет, нет. – Что изменилось? Вроде бы я не вижу. – Полина Сюткина, Ренат Юмакаев, Эльшат Исламов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова